МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Екатерина. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Очень рада снова оказаться у вас в студии в прямом эфире в преддверии важного для всех педагогов Ленинского городского округа события начала нового учебного года. Спасибо, что пришли. Надеюсь, мы за 40 минут успеем обсудить такую важную тему. Знаю, что недавно закончила свою работу комиссия по приемке школ и детских садов. Расскажите, пожалуйста, об итогах. Все ли наши образовательные учреждения приняты и готовы к 1 сентября? Да, Екатерина, действительно, комиссия, состав которой утверждается постановлением главы, работала в течение месяца, с 17 июля по 13 августа. И в состав этой комиссии входят представители МЧС, ПОЖ-надзора, Роспотребнадзора, Аднотехнадзора, ГИБДД, естественно, представители управления образования. Председателем этой комиссии является заместитель главы администрации Ленинского городского округа Ольга Викторовна Доманевская. И в комиссии проверены все учреждения, которые осуществляют образовательную деятельность на территории Ленинского городского округа разного ведомственного подчинения. Всего таких учреждений 69. Это не только учреждения дополнительного образования сады, школы, но и колледж, вуз, которые расположены на территории Ленинского городского округа. Но, конечно же, наших телезрителей интересует именно готовность муниципальной системы, образования. Так вот, комиссия составила акты о готовности без замечаний. И все наши учреждения ждут начала учебного года, чтобы встретить своих воспитанников, учеников. А сколько вообще учеников в этом году придут в школы, в муниципалитеты? Ну, у нас на протяжении последних ряда лет отмечается стабильная динамика роста. Это, вот, для примера, если в прошлом году в образовательных учреждениях округа учились порядка 26 тысяч, то в этом году уже 28 721, по-моему, заявления на сегодняшний день. Но заявления продолжают поступать. То есть, явно прирост почти в 3 тысячи детей. В этом году впервые в школу пойдут почти 4,5 тысячи первоклассников. Для сравнения, в прошлом году впервые за школьную парту сели всего лишь 3700 детей. То есть прирост, получается, более 10%? Да, прирост серьезный. И, конечно же, все это объяснимо. Городской округ динамично развивается, застраивается. Вот, как раз об одной из школ мы недавно снимали сюжет, об Измайловской. Она к сентябрю подходит и обновленная, и хорошо оснащенная. Давайте посмотрим этот материал и обсудим его. С удовольствием. 1 сентября Измайловская школа встретит своих учеников в обновленном виде. Во время летних каникул в образовательном учреждении были проведены масштабные работы. Спортивный зал преобразился до неузнаваемости. В помещении отремонтированы пол и потолок. Приобретен новый инвентарь. Но особая гордость – это открытие точки роста на базе учебного заведения. В рамках центра образования в школу будет поставлено новое оборудование, новая мебель, для того, чтобы ребята могли уделять внимание больше данному направлению. Будут пересмотрены программы, тематическое планирование. Также в рамках центра будут привлекаться ребята и во внеурочное время в кружковую деятельность в том числе. Накануне Дня знаний Измайловскую школу посетил глава Ленинского городского округа. Дмитрий Абаренов побывал в отремонтированном спортзале и в классах, специально предназначенных для образовательного центра. И лично убедился в уникальности современного оборудования. При помощи этого оборудования мы уже можем взять просто датчик. Вот у нас есть такие датчики беспроводные. Выйти, измерить загрязненность воздуха. Но в отдаленности от школы мы потом приходим в школу, и этот датчик всю информацию хранит в себе. А какое специальное обучение для учителей? У нас есть, да, в Академии посвящения образовала курсы. Первая волна прошла, а сейчас вторая волна. Кто когда успеет, кто когда сможет, все это делается. К нему еще будут ноутбуки. Да, я правильно поняла. Выключат освещение свое. Школа в поселке Измайлово была открыта в далеком 1979 году. Капитальный ремонт здания был проведен в 2015-м. Как рассказала директор Елена Камьянова, с тех пор стараемся поддерживать школу в хорошем состоянии. А еще здесь мечтают об актовом зале, которого в учебном заведении никогда не было. Нам, конечно, бы хотелось или пристройку с актовым залом, чтобы проводить мероприятия. В общем, помещение для внеклассных мероприятий, для работы с детьми. Стоит отметить, что в муниципалитете завершена подготовка всех образовательных учреждений к новому учебному году. Комиссия, которая работала в течение месяца, вот 15 августа закончила свою работу. И акты, подписанные членами этой комиссии, свидетельствуют о том, что все 22 школы и 33 детских садика у нас к новому учебному году готовы полностью, без замечаний. Особое внимание комиссия уделяла материально-техническому состоянию зданий, соблюдению норм пожарной и антитеррористической безопасности, готовности пищеблоков, а также благоустройству территорий. Всего в округе в этом году в школы отправится порядка 30 тысяч учащихся. Из них около 4 тысяч первоклассников. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Наталья Николаевна, в каких еще школах за это лето были проведены серьезные работы, помимо Измайловской? Вы знаете, у нас абсолютно каждой школы коснулся текущий ремонт. То есть нет школы, которая не готовилась бы к началу нового учебного года. Но, конечно же, есть среди них 12 школ, на которые были выделены существенные бюджетные деньги, порядка 87 миллионов, и вот там уже проведены основательные такие работы. Ремонт пищеблоков, благоустройство, текущий ремонт помещений. Но если называть крупные, то, пожалуй, это Калиновская школа, Володарская, Видновская школа номер 7, и учебный корпус Видновской школы номер 5 с углубленным изучением отдельных предметов по улице Ольгинская. В Измайловской школе появилась так называемая точка роста. В каких еще у нас школах есть эта программа, скажем так? И вообще активно ли внедряются современные цифровые технологии в образовательный процесс? Конечно же, это такой тренд, который невозможно оставить без внимания. Мы активно участвуем в национальных проектах. Вообще, вот первая точка роста у нас возникла в Бутовской школе номер 2 еще в 2019 году. В 2020 году к ней присоединилась Володарская школа. В этом году заявленная в сюжете Измайловская школа, плюс еще такая точка роста у нас возникнет и в Молоковской школе, и в Бутовской 1, и в перспективных планах 22-23 еще 5 школ включатся в реализацию этого проекта. Название «Говорящее», то есть появляется такая инфраструктура, которая дает толчок к развитию образования, потому что в рамках этого проекта школа получает оборудование, которое она может использовать как в учебном процессе, непосредственно на уроках, так и во внеурочной деятельности, и вовлекая таким образом большое количество детей в проектную деятельность, в исследовательскую деятельность. А, соответственно, это те коммуникации, которые только положительно влияют на детей, побуждая их к самостоятельности в обучении. Скажите, а насколько преподавательский состав готов к такой диджитализации? Где-то проходит обучение. Как это происходит? Несомненно, невозможно что-то внедрить цифровое и органично включить его в образовательный процесс, если педагоги не будут к этому подготовлены. Поэтому вся система образования Московской области, она направлена на поддержку учителей, на обучение, на подготовку к использованию цифровых ресурсов. И курсы повышения квалификации, конечно же, играют в этом огромную роль. Плюс еще коммуникации между учителями. Учителя учатся друг от друга. И молодые специалисты, которые приходят в наши школы, которые с этими технологиями НАТЫ, они тоже помогают более опытным своим коллегам освоить их. У нас уже много лет действует цифровой инструмент, такой как школьный портал. И уже в школе не осталось ни одного педагога, который не работает в школьном портале. А это требует определенных навыков, конечно же. В продолжении темы кадров мы анонсировали ваш визит к нам. И поступили вопросы уже от наших зрителей. Есть вот такой тревожный звоночек, что ощущается нехватка учителей, особенно узких специализаций. Насколько, вообще как обстоят дела, и действительно ли есть какой-то острый недостаток педагогов сейчас? Екатерина, это закономерно движение как детей, так и педагогических работников. Люди переезжают с одного места, меняют место жительства, переезжают с одного муниципалитета в другой, или вообще меняют область. Сказать, что педагоги бегут из школы, я такого сказать не могу. Но, конечно же, надо различать понятие явная вакансия и скрытая вакансия. Вот явных вакансий у нас нет, потому что на момент начала учебного года все предметы учебного плана и все часы закрыты, и учебный процесс осуществляется в полном объеме. А вот под скрытой вакансией подразумевается как раз перегрузка учителя. То есть для того, чтобы закрыть все часы, учитель работает, вынужден в рамках производственной необходимости взять большее количество часов. И поэтому, конечно же, мы приглашаем и ждем, и активно ведем работу по привлечению кадров, чтобы нагрузка на педагога была оптимальной, чтобы он продуктивно работал. Как вы привлекаете новые кадры? Приезжают ли к нам из других регионов? Ну, во-первых, это, конечно же, привлечение молодых специалистов. Абсолютно точно это привлечение кадров с других территорий. Поиск, подбор, приглашение. Все это происходит и в рамках программы «Земский учитель». У нас, например, в прошлом году пришел учитель математики по этой программе. В этом году в Развилковскую школу мы принимаем учителя из другого региона, учителя русского языка в Развилковскую школу. Также привлечению специалистов способствуют те меры поддержки, которые муниципалитет оказывает. Это и предоставление служебного жилья, общежития. Вот за три последних года муниципалитет выделил системе образования 67 квартир в служебный найм. И это, конечно, очень существенная мера поддержки, потому что такая забота о педагогах не остается без внимания. То есть мы заботимся о педагогах, улучшаем их жилищные условия, и они, конечно же, с полной отдачей трудятся на благо образования. Я напомню нашим телезрителям, что вы можете присылать свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Давайте и пройдемся. Мария из Видного спрашивает, получает ли детский сад финансирование из бюджета на закупку пособий по общей программе для ребенка? Или все учебники должны покупать родители? Нет, ни в коем случае родители не участвуют в приобретении пособий. Каждое дошкольное образовательное учреждение в зависимости от численности воспитанников получает субсидию из расчета 825 рублей на человека. И вот эти средства аккумулируются и уже тратятся на закупку учебных пособий, игрушек, каких-то интерактивных комплексов. В общем-то всего того, что необходимо для реализации стандарта дошкольного образования. В школах такая же ситуация? То есть все закупается из бюджета, все учебники? Такая же практика, да. Только размер денежный немножко другой. На школьников выделяется 2000 рублей. И они идут как раз на закупку учебников. Вот в этом году у нас потрачено порядка 56 миллионов на закупку всех учебников. Единственный момент, вот скорее всего, зритель спрашивает именно об этом. Учитель может обратиться с просьбой к родителям в приобретении того или иного пособия, которое нужно учителю для образовательного процесса, но не входит в перечень. Но уже исключительно родительским комитетом принимается окончательное решение поддержать учителя в этой его просьбе или все-таки поступить иначе. Сейчас на самом деле большинство известных пособий, которые используются в обучении оцифрованной, они есть в электронном виде. И, соответственно, оснащение учебных кабинетов позволяет учителю без проблем вывести нужный материал на экран, а детям, прикрепив это в школьном портале, адресовать в качестве домашней работы. То есть вот как раз та цифровизация, о которой вы говорите, она позволяет уже от бумажного формата, который необходим для покупки, перейти вот именно в цифровой формат образовательных ресурсов. Следующий вопрос. Ирина из Видновчанка. Ирина, почему в Видновской гимназии оставили только один вход на школьную территорию? Дети из ближайших домов вынуждены дважды переходить дорогу, чтобы попасть на урок? С чем это связано? Ну, этот вопрос, он лежит в плоскости безопасности учреждения и прилегающей к нему территории. Все дело в том, что абсолютно все образовательные учреждения у нас прошли категорирование, составленные акты, и учреждения отнесены либо к первой, либо ко второму типу категории. К первому типу относятся учреждения, где численность свыше 1100 учеников. И, соответственно, к таким учреждениям предъявляются определенные требования. В частности, должен быть именно один вход в учреждение, оснащенный КПП с представителем охраны для того, чтобы в таком большом потоке обучающихся осуществлять контроль за прилегающей территорией. То есть это, прежде всего, безопасность? Безопасность, совершенно верно. Еще вопрос по Видновской гимназии. Раньше пришкольная территория была доступна для досуга детей, катались на велосипедах, роликах, играли в футбол. Сейчас же все за забором, калитки закрыты. Почему? Сравнивать с 10-й школой, там, например, открыто. Екатерина, у нас вся спортивная инфраструктура, которая имеется у школ, она открыта для жителей в неучебное время. И, собственно говоря, да, спортивное ядро имеет периметральное ограждение, но калитка для входа жителей имеется, и она открыта, и ничто не мешает, на самом деле, использовать эту инфраструктуру для занятий спортом. Но вот, наверное, для того, чтобы по территории школы кататься на велосипеде, или по стадиону кататься на велосипеде, это вот не из этой истории, точно не про занятия физической культурой. Для этого есть велодорожки и парки, где можно прокатиться на велосипеде. У нас вообще 18 школьных стадионов, и они открыты для жителей. Вопрос от Николая Борисовича. Когда отремонтируют детский сад номер 6 по улице Гаевского? Есть какая-то информация? Ну, детский сад номер 6 – это детский сад «Малыш». Пока нет информации, вы возьмете на контроль этот вопрос? Ну, определенная информация у меня, конечно же, есть. Там идет согласование, получение положительного заключения экспертизы по доработанному проекту, потому что за то время, которое детский сад не работал, произошли изменения в законодательной базе. И, соответственно, вот сейчас новый проект проходит экспертизу для того, чтобы уже его положить в основу реконструкции. Поняла. Можно ли сделать у детского сада номер 4 на цвете на Жуковском проезде поликарбонатное ограждение, чтобы у детей не было контакта с проходящими по тротуару? Его начали делать, но не закончили. Можем как-то прокомментировать эту ситуацию? Екатерина, я вот этот вопрос возьму на контроль. Все дело в том, что само ограждение, вот опять-таки, в целях безопасности, оно не может быть глухим. Оно должно обязательно просматриваться со стороны улицы и со стороны детского сада. Да, да. Поэтому вот просто закрыть его поликарбонатом, таким образом отгородиться, это, скорее всего, невозможно. Но давайте оставим этот вопрос и обязательно адресат есть. Ну, Татьяна Александровна осталась в номер телефона. Все прекрасно, мы свяжемся и поясним тогда. Можно будет связаться. Следующие вопросы касаются, есть обеспокоенность по переполненности наших учебных учреждений. Как-то можете прокомментировать ситуацию? Конечно, у нас большие темпы роста жилья. Ну, пожалуй, вы, наверное, сейчас назвали одну из главных проблем, над которыми мы работаем. Это действительно темпы развития города не успевают за строительством объектов социальной инфраструктуры. В частности, нам не хватает не только школ, но и детских садов. Переполненность у нас практически в полтора, а в некоторых школах и два раза. Как я уже сказала, в этом году за парты сядет порядка 29 тысяч человек. А суммарная проектная мощность всех наших образовательных учреждений – 18 тысяч. То есть нехватка мест налицо. Но здесь есть результаты той работы, которую ведет администрация города и управление образованием совместно с Министерством образования. Это продвижение сроков строительства школ в городском округе. Есть замечательная новость. Уже 26 августа в Ленинском округе пройдет закладка шести новых школ. Это региональная программа. Всего 30 учебных учреждений будут в регионе в этот день. Данным старт в этот день. И шесть из них только в нашем муниципалитете. То есть у нас такой лидер получился. Расскажите, пожалуйста, где они будут расположены, какие у них мощности проектные, какие сроки, все цифры. Это замечательные новости. Я очень рада, что вы тоже знаете эту хорошую новость. Действительно, мы готовимся к этому событию. Шесть школ общей суммарной проектной мощностью на 6750 мест будут построены к 2024 году. И расположены они как раз в тех микрорайонах, которые активно развиваются, застраиваются. Это поселок Бицца. Там будет самая крупная школа на 1550 мест. Школа на 1350 будет в поселке Развилка в квартале Римский. Также начнется строительство школ. С 26-го мы заложим капсулу времени в строительство школ в Лопатиной и в Ермолине. Эти школы будут на 1100. И в Дрожжино и в Петровском построятся школы на 825 мест. И они все будут сданы в 20-м году? У них у всех один срок окончания, 24-й год. Да, эта программа будет находиться на контроле у губернатора. Если вы помните, вот в этом году заканчивается реализация программы строительства 50 школ. Которая была... Да, которая стартовала 3 года назад. А сейчас получается новый виток, 30 школ. Хорошо, что на нас обратили внимание и нам сразу 6 школ отдали. Потому что это большое количество. Нигде больше в других москопедах нет. Потому что, вот еще раз повторюсь, это как раз вот та информационная работа, которое, то взаимодействие, которое мы осуществляем с Министерством образования Московской области и Минстроем. Потому что они как раз понимают и слышат нас, понимают нашу нехватку мест. И понимают, что если мы не начнем строительство, то эта проблема просто приведет к каким-то необратимым эффектам, когда детей просто некуда будет посадить за парты. А как у нас обстоят дела с детскими садиками? Я знаю, что несколько должны вот распахнуть свои двери в ближайшее время. Ну, достаточно в ближайшее время. Расскажите, пожалуйста, об этом. Со строительствами детских садов дела обстоят хорошо. Может быть, не так интенсивно, как нам бы хотелось. Но, тем не менее, здесь тоже есть определенные наши победы. Например, два садика в Боброво на 325 и 225 вошли у нас в госпрограмму в ближайший год, 22-й. И еще у нас в госпрограмме два садика в Лопатино по 200 мест. Уже в этом году откроется сад. Он будет вторым корпусом детского сада «Яблонька» в Зеленых аллеях. Идет оформление документов в оперативное управление, документов на землю по созвездию. Это тема... Андрей, я прошу прощения, Андрей, из Видного спрашивает, когда откроют детский сад созвездия в 6-м микрорайоне. Это тема, которая на слуху, мне кажется, у всех жителей города видна. Потому что действительно много внимания к этому было приковано. Детский сад созвездия выкуплен совместными бюджетами, муниципальным и областным. И сейчас мы согласуем с главой дату открытия, но вот 3-го числа мы уже получаем все разрешительные документы. Поэтому я думаю, что открытие не заставит себя ждать. То есть процесс как бы в активности, главное документальное. Он уже близок к финальной своей точке. Замечательно. Вот продолжение темы детских садиков. Бабушка переживает за внучку. Она родилась в 18-м году. Сразу записали в очередь детский сад. Родилась и живет она в Винном, но прописана в Москве. Сейчас ей 3,5 года. Она в очереди только в 85-е. Как поступить в семье? И вообще, как регистрация ребенка влияет на возможность записаться в детский сад? Мы записываем наших жителей в первую очередь. Или как это происходит? Чтобы телезрители наши понимали. Ну, существует информационная система, единая система записи в дошкольное образовательное учреждение. Родители подают через портал заявление. И, соответственно, на порядок в очереди этого заявления влияют многие факторы. Это наличие льгот. Конечно же, наличие постоянной регистрации. То есть ребенок, который имеет постоянную регистрацию, его заявление будет в приоритете, нежели у ребенка с временной регистрацией. Или совсем без регистрации. Вообще, каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Поэтому я советую заявителю обязательно обратиться в управление образованием, чтобы получить разъяснение, касаемое исключительно данной ситуации. Если не предоставлено направление в дошкольное учреждение, которое указано в заявлении, мы стараемся рассмотреть и предложить некий альтернативный вариант. Возможно, и не вблизи дома, но на каком-то разумном удалении. И здесь нам бесспорно сейчас большую помощь окажет наше участие муниципалитета в таких быстрых решениях, как организация мини-садов. Эта тема сейчас очень активна в Подмосковье, особенно для муниципалитетов, которые имеют такое близкое расположение к МКАД и высокая потребность в доп. местах. В этом году, к 31 августа, прямо накануне 1 сентября, мы открываем три таких мини-садика. Это в Усадьбе Суханово, в ЖК Усадьба Суханово, в Видновской 5-й школе в дошкольном отделении и в Видновской 1-й на улице Школьная. Это 290 мест. Плюс еще в декабре мини-садик откроется по улице Радужная, 8. Таким образом, до конца года будет уже создано 410 дополнительных мест. И получили мы еще поддержку от областного бюджета и уже прорабатываем еще 340 мест. То есть выкупаем помещение, на это тратятся солидные бюджетные средства для того, чтобы выкупить помещение в муниципальную собственность, провести там ремонт и открыть эти двери для наших самых маленьких жителей. Наталья Николаевна, а мини-детский сад это? На какое число мест рассчитан? Все зависит исключительно от площади помещения. Конечно, они разные. Если это 100 квадратных метров, то это, как правило, будет одна группа, порядка 20 человек. Если это 450, а у нас есть такие помещения, там 450 до 500 квадратных метров, то это способствует тому, что мы там организовываем три группы, и до 100 человек такой мини-сад может вместить. Елена Извидного спрашивает. У нас в городе есть дом ребенка. Туда возят лечиться детей из Подольска, Домодедова, Ступина и других городов. Девочке 5 лет, ей тоже нужно туда попасть, но говорят, ждать не менее полугода в очереди. Можете ли прокомментировать и спрашивать, возможно ли открытие такого учреждения еще подобного? Как поступить в данную ситуацию? Человек оставил свои контакты? Елена Екатерина, заявительница Елена. Елена, я больше чем уверена, что комментарий к такому личному вопросу, вашей личной ситуации, наверное, не очень интересен в рамках прямого эфира. Поэтому я возьму ваш контакт и обязательно выйду с вами на связь, чтобы уже персонально вам ответить на ваш вопрос. И такая еще новость тоже появилась относительно недавно, что у нас объединяется сразу несколько образовательных учреждений. К ВХТЛ присоединяется 4-я школа, прогимназия, два детских садика. Скажите, с какой целью это делается и что такая реформа дает ученикам? Ну, это только один образовательный комплекс, вы перечислили. По Московской области идет оптимизация сети образовательных учреждений по пути укрупнения. У нас к 1 сентября будут реорганизованы 23 учреждения путем создания 8 образовательных комплексов. Как правило, это детские сады входят в состав школы. Тот комплекс, который вы обозначили, он самый крупный. Какие плюсы? Это, конечно же, преемственность в обучении, потому что педагоги становятся одним единым коллективом, перед ними ставятся одни единые задачи. Они используют единые в своей работе инструменты, средства обучения. Соответственно, выстраивается одна образовательная политика. И ребенок очень органично из дошкольного учреждения переходит в начальную школу, потом в основную. Идет мобилизация кадров. Соответственно, те кадровые дефициты, которые, возможно, были у одной школы, они в данном объединении могут быть решены за счет педагогов, которые, например, имели недостаточную нагрузку в другом учреждении. Но и, пожалуй, самый главный момент – это то, что инфраструктура и материально-техническая база некогда разрозненных учреждений, теперь она может быть использована на всех участников образовательного процесса этого комплекса. То есть мобильные образовательные ресурсы, которые есть в ВХТЛ, ну вот, как Елена Александровна, директор Измайловской школы, сказала, да, вот у нее цифровые лаборатории появились. А у нас в ВХТЛ участвовала в программе «Цифровая образовательная среда» и тоже получила оборудование. Так вот, они теперь могут абсолютно спокойно использоваться в образовательном процессе четвертой школы про гимназии. Но теперь это с 1 сентября будет образовательный комплекс «Видновские художественно-технические лица». И они станут единым образовательным пространством. Наталья Николаевна, 40 минут пролетели очень быстро. Спасибо вам за интересную беседу, за детальные ответы. Были рады видеть вас. Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться. Приглашайте, я с большим удовольствием приду к вам в студию. А нашим юным жителям, их родителям хочется пожелать хорошего, плодотворного нового учебного года. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова